Я думаю, как нам лучше в очках или без очков? Как вы думаете? Мне кажется, может быть, снять очки? Просто без очков будут глаза видно, а так вообще непонятно. Я хочу без очков. Уже больше 35 лет подхиты этой группы зажигают на танцполах по всему миру. У нас в гостях экс-солист легендарного коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы родились в семье пастора и в семье полицейской. Да. Вот расскажите, как ваши родители познакомились. Расскажите их историю любви. Они были вместе в университете. И моя мама была беременна уже в университете. Мама пошла к папе и сказала, что она беременна. Но у папы было другое представление о том, что будет дальше, и он хотел закончить университет. Мама ушла из университета. И после этого, в 19 или 20 лет, я вообще не знал своего отца. И я был один без отца. И пришел человек с фотографией и сказал, что твоя мама не рассказывала тебе, что у тебя есть отец. Но я твой отец. И он говорит, я увидел, что это одно и то же лицо. Он говорит, я чуть, правда, светлее, чем он. Но, тем не менее, там тяжело было не узнать. Ну, это когда я познакомился с отцом. Он после этого меня очень часто приглашал играть на пианино в его церкви. Он говорит, ну, это был один раз. Один раз была история, что я играл на похоронах. И все плакали, а он играл. Он говорит, я не знаю этих людей, и я играю. Он говорит, я тоже начал плакать вместе с ними. Он говорит, и все. И я после этого перестал играть у отца в церкви. Моя мама работала в полиции. Он говорит, и дети не хотели тоже со мной дружить. И они думали, что он тоже полицейский, так как его мама полицейская. И поэтому у меня не было много друзей в детстве. Он говорит, ну, у меня еще есть шесть сестер. Был отчим, получается? Не было отчима, но там были другие мужчины. Вы выросли, когда были вы, и еще сколько сестер? С мамой, соответственно, и с четырьмя сестрами. Еще две сестры, соответственно, у отца. Какие были тогда порядки в семье? Вы были один мальчиком. Вы были старшим? Он второй был. Кто занимался воспитанием вашим? Мама все время работала, получается? Тетя, бабушка. Мы жили все вместе. Он был вообще один мужчина среди бабьего царства. Да, получается так. А на что делался упор в воспитании? Строго, не строго? Мама была одна, по сути своей. И это было время, когда воспитывать детей было действительно очень трудно, тем более одной. Он говорит, я видел, что мама работает не просто так, что она не отрабатывает одну смену. Она работает по 14-16 часов, и я это видел. Когда мама работала, я оставался с сестрами, именно как главный в семье. Когда однажды пришел домовладелец и начал кричать, что где твоя мама? Она должна платить за квартиру. Он испугался очень. Мамы нету. Я должен был отвечать как взрослый. Я должен был нести ответственность как взрослый в семье. Что было дома? Что могла мама себе позволить? И чего нет? То есть о чем вы мечтали в детстве? О каких-то игрушках? У меня было 14 лет, когда я пошел на работу в Макдональдс. Для того, чтобы все были счастливы, я просто носил домой гамбургеры из Макдональдс. И другие вещи, которые я мог сделать, как мог, я помогал маме. В это время не было ни PlayStation. Он говорит, у меня было только радио и пианино. И все, что было по радио, Майкл Джексон, Дэна Голос и так далее. Я слушал и тут же переносил на пианино и я. Селен Дион и так далее. И когда я слышал эти песни, когда я их мог играть, я понимал, что я хочу быть Майклом Джексон. Он говорит, учиться было очень просто в школе. У меня было шесть сестер. Мы играли в школу дома. А вот он говорит, я был учителем. Я был учитель, ты мой учитель. И это, 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 один плюс два, и два плюс три. Но я видел все равно единственным выходом из этой жизни, который у нас была, это музыка. Мне было пять лет, когда я впервые вышел на сцену. Это был Валентинов день. Я пел для женщин. А вы можете описать свою маму? Вот какой у нее характер? Что она любила, что любит? Что это за человек? Моя мама была достаточно сильной женщиной. И она испытывала к нему симпатию больше, чем к другим детям. Потому что он был единственным мальчиком. Мама все больше впечалилась от того, что она не могла ему дать воспитание. И ему приходилось это делать на улице. У нее было много всяких мужчин. У нее был автослесарь. Был один продавец одежды. Был просто такой мужчина для частной жизни. Один для того, чтобы поговорить. И, естественно, спонсор. Он говорит, мне это интересовало. И я пытался взять от каждого этого мужчины что-то для себя. Она много не говорила. Она говорила один раз. И этого было достаточно. И если мама вдруг замолкала, то это было уже опасно. Один раз я пришел к маме и сказал, я люблю эту девочку. Мама смотрит на меня. И говорит, а, окей. Я спрашиваю, почему? Она знала, что это первая любовь. И что это несерьезно и закончится там максимум через год. А мне так хотелось, чтобы мама к ней отнеслась, как я относился к ней. Все это мое сердце, моя любовь. Естественно, моя мама сказала, подотрите вот это. И с этого момента я понял, что с женщинами надо жить тайно. И вот я научился от мамы, каким образом женщины думают о себе. В общем, мнение мамы было очень важным всегда. Я очень много ему научился у мамы. Она мне показывала обычно две стороны жизни. И от этого было достаточно тяжело найти себе девушку, встречаться с девушкой. Как она восприняла тогда супругу? И мама говорит, как ты привел сюда эту светлую тетку? Дело в том, что Ники светлая. Она негритянка тоже, но светлая. А Ники говорит, так у меня бабушка была светлая. Он говорит, бабушка точно так же не говорит, что это ты привел сюда белую? Она точно из белых. Он говорит, бабушка, ты только не начинай уже. Ну, тихо тут. Ну, она ее все-таки приняла, пришлось принять. Со временем ее приняли, естественно. Но поначалу было тяжело, потому что мы жили, как бы, вот он жил на севере, а жена с юга. И, соответственно, северные люди, они темнее. Они немножко другие. Мы типа горожане, а они деревенские. Люди, которые живут на юге, там, Техас и прочее. Они очень медленные, они очень... Нью-Йорк, Чикаго, Вирджиния, Вашингтон. Они быстрее, они активные. И мама говорила, зачем ты привел сюда эту деревенщину? А я говорю, мам. Подожди, она выглядит намного лучше, чем другие тетки, которые у меня были. И она лучше, что я могу найти. А у нее в семье было как раз точно все-таки наоборот. У нее тоже было шесть детей в семье, но она была единственная девочка. Вместе же вы больше 20 лет. Это потрясающе. Он говорит, почти 30 лет. 30 лет? Мне шесть лет прожили не в браке, а потом... Познакомились в колледже. В колледже. Вашу историю любви расскажите. Кто кого добивался? Он говорит, я был свиньей. Я был ужасен. Я мультикультурный. Он говорит, я хотел всего. Я же рассказал, что я знаю многие трюки женщин. И у меня было достаточно много девчонок. Он говорит, у меня есть уважение к женщине. Но мне было всегда интересно, куда я могу зайти, на какую глубину с каждой женщиной. И это меня делало сильным. Мне было интересно узнать, вот у женщины действительно любовь в сердце? Или она хочет только переспать со мной? Он говорит, мне очень нравится женщина из России. Эстетика, платье. Они выходят на улицу, как женщины. И в Америке все не следят за собой. В джинсах выходят, в футболках. И это не женственно. Однажды я приехал в Россию и встретил женщину, которая 2 метра. Я был женат в это время. Я приехал и поговорил с Никки об этом. И она сказала, смотри, мы оба артиста. И в этом бизнесе замешано все. И любовь, и секс, и деньги. Если ты вдруг что-то сделаешь, ну не приноси это домой. А я подумал, что если она делает это, что я должен тогда, каким образом я должен себя вести. И в принципе, у нас были проблемы в самом начале с нашей жизнью. И была история, когда она познакомилась с каким-то молодым человеком, и она ему рассказала об этом. А я был в Америке, и я тоже познакомился с какой-то девушкой. Но мы приняли решение это все оставить. И мы опять сошлись. И уже 30 лет вместе, и очень все хорошо. Он говорит, если я принесу домой миллион долларов, она даже не спросит, откуда я это взял. У нас есть Библия дома, и в Библии написано, что если ты хочешь что-то сделать, то тебе надо акцептировать то же самое от своего человека. Мы очень интенсивно друг с другом разговариваем о том, что происходит, как происходит. Мы вместе принимаем решения. Меня действительно шок, когда мужчина становится прямо таким самцом и руководит всем. В концовке мы решили, что мы живем вместе и с Богом. И поэтому, если моя сексуальность вдруг пытается вылезти из этого союза, то я себя приструняю. Что в этой женщине было такого, что вы поняли, что вам ничего вот этого все не нужно, все эти гулянки и другие женщины, а нужна именно она. Вот чем она вас так покорила? Она какого-то особого специального качества. Если кто-то делает гадость моей жене, эти люди просто заканчиваются как люди в течение года. Она не хочет ни бороться с ними, ничего. А Господь просто дает ей какой-то подарок. Он говорит, некий... Иногда даже я боюсь, что происходит с теми людьми, которые тебе делают плохо. Он говорит, я готов вписаться, но меня там нету. Там Господь со всем справляется. У нее прекрасный голос. Он становится маслом, когда она говорит или поет. И это добавляет не таких чувств неописуемых. Еще одна тема – это коронавирус, да? С этим столкнулись очень многие, пострадали особенно артисты. Как на вас тразилась вся эта история? Коронавирус для меня был очень большой. Мы очень много работали до этого. Я сидел дома без работы с дочкой, с сыном. Я просто сходил с ума. Ну, у нас на два года мы вылетели. Я не понимал, где доставать деньги, откуда доставать деньги. Вернется это, не вернется. И начал искать какую-то работу, чтобы хоть что-то как-то... Убер. И начал работать в Убере. То есть вы реально хотели заработать именно этим деньги, получается? Потому что очень у многих есть ощущение, что вы очень богатый человек, да? Особенно, когда вы говорили, что вы живете на Испанском острове. Это Майорка всего лишь, это не Испанский остров. Ну, это же Испанский остров, тем не менее, но Майорка, да. Ну, кажется, что у человека очень много денег, что он просто для души это все делает. Или вы реально такой же работяга, как и все? ЗАГС не хм. Иногда ты как артист много работаешь. И люди думают, да, я получил немного денег, но я должен быть нормальным. Он правильно говорит, он говорит, что деньги есть, но хочется быть нормальным человеком. То есть хочется, я объясню, что он имеет в виду, он хочет не из кубышки доставать все время, а человек должен работать. Это нормальное. Я прошу прощения, имманентное состояние человека зарабатывать деньги. Один проблема. А суперстар, когда ты думаешь, что ты будешь суперстар, это большая ошибка. Когда ты, будучи суперзвездой, считаешь себя суперзвездой, это большая ошибка. Ты должен ждать, чтобы люди тебе сказали, что ты большая звезда. Поэтому у меня нос не там, а тут. Да, вы были в гуще событий. Как к этому относилась ваша семья? Потому что вы могли заразиться, вы могли, грубо говоря, заразить своих близких. Все же этого боялись, да? Ну, все думали, что он двинутый. Он говорит, я развозил еду из ресторанов людям. Но для меня это было счастье, потому что я провел импцию. Он говорит, ну, для меня все было нормально, у меня было счастье какое-то. Я работал, я шурнул, я вакцинировался. То есть все было нормально. И что было еще интересно, я посмотрел, как люди живут в Америке. И как люди живут в Америке? Две люди любят в Америке. Спасибо. Я видел черные люди с большим домом. Он говорит, я впервые увидел черных людей, у которых реально очень большие дома. Да. Он говорит, прекрасные люксовые машины. Я никогда не думал, что черные люди могут достичь таких высот и финансовых, и прочее. Это говорит, человек, который был суперзвездой, выступал, и есть, да, и собирал огромные стадионы. Это странно. Да. Ну, а что делать? Не, ну, там, поймите, они думают, что они, у них плохо. Но, как обычно, это все не всегда стопроцентная правда. Есть те, у кого плохо, есть те, у кого хорошо. Всегда в любом, в любой субстанции, если свести людей, кто-то всегда вылезет наверх. Да. Вот. Ну, вот он увидел, что кто-то из них тоже понимает. В Америке тоже все думают, что он очень богатый. В Испании все думали, что он продавец наркотиков. в Европе люди думают, что он кривый американец. В Европе думают, что он двинутый американец. Кубан. Какой-нибудь там, из Кубы и прочее. Ну, везде по-разному. А как на самом деле? Как он думает? Как он себя чувствует? Чувствует? Я музыкант. Я просто музыкант. Я просто музыкант. 6 лет. Я сам научился играть на пианино. Меня никто не заставлял. Ничего. Он говорит, вот я музыкант. Смотрите, есть одна очень большая ошибка. Все считают, что музыканты имеют бешеные деньги. Зачастую это правда. То есть, иногда у некоторых высокие гонорары. Но мы не в топе сейчас, поэтому у нас не шибко высокие гонорары. Обычно высокие гонорары у артистов, которые в топе. Вот. А плюс ко всему, всегда у любого артиста есть бешеные расходы. бешеные. И когда он зарабатывает много, поверьте мне, он обычно многое тратит. И в сухом остатке все хорошо. Но это не то, что пришел домой, там вырыта пятиметровая яма, она вся заполнена деньгами, и ты в нее нырнул, как с крушем Макдак. Нет, так у нее не есть. Как супруга относилась к тому, что ее муж идет в гуще событий, где все болеют и разводит еду. Ее муж суперзвезда. На секундочку. Что она на завтраке вам говорила? Дорогой. Иди работай. Она тоже сингерин. Она тоже переца. Я знаю, да. Я сказал, окей, когда я делаю, ты тоже делаешь. А когда она сказала ему, что иди работай, он ей сказал, так ты тоже иди работай. И они вдвоем этим занимались. Допольные деньги. Двойные деньги? Ну какие там, ну ладно, хорошо. Это вот, поверьте мне. То есть это важные деньги были на тот момент. Это не важные деньги вообще. То есть, поверьте мне, он несколько месяцев мог, то есть там вообще небольшие деньги. То есть там за одну работу как артист он зарабатывает как за несколько месяцев вот этим вот доставщиком еды. Я понимаю. Я вот поэтому и хочу понять. Это было просто, ну чтобы дома не сидеть от безделья или реально нужны были деньги? Конечно же. Конечно же. Ну вот. Другое дело. Мне нужны были просто человеческие контакты. Но это очень важно. Да. Обычно люди за мечтой едут в Америку. За мечтой стать звездой. Вы же поехали в Европу из Америки. Почему? Я еду туда, где люди меня акцептируют. Ты должна понимать, что я не на черной стороне и не на белой стороне. Я где-то посередине. Например, в Германии его люди спрашивали, почему ты не можешь вернуться к себе домой на родину с контрактом. Достаточно странно было время, когда в Америке в основном черные шли на сцену, а в Европе наоборот. Ну, белых пытались продать, потому что это было проще. А мы были перед тем, как возникли все эти социальные сети. И тогда как бы артисты дольше удерживались в топе, не так, как сейчас, когда их пролистывают в этих социальных сетях. Мои кореи, я не стоял на коленях ни перед кем. Я делал ту музыку, которую я хотел. Когда я приехал в Европу, меня бесконечно много акцептировали и принимали везде. Когда я появился в России, и это все пошло еще больше, еще глубже. Зачем мне возвращаться в Америку и делать музыку для идиотов, если у меня все хорошо и здесь? Это понятно, но для того, чтобы стало все хорошо, чтобы стать суперзвездой на европейском уровне, нужно было пройти большой путь. Вот мне интересно, как мальчик из многодетной семьи, где только мама воспитывает, вот он стал суперзвездой. Это же надо еще додуматься поехать в Европу, где-то взять деньги на это. Он говорит, во-первых, надо понимать, что играть у папы в церкви это маленькие деньги. это НЛО, это чудо просто, что вот появляется некий шанс полететь в Европу и вот начать карьеру. Он говорит, просто везение. Ну, кто-то предложил, получается, поехать в Европу? Его жена была в хоре Госпел в Германии и она увидела, что есть какие-то американцы, которые существуют на немецком рынке музыкальном. И она сказала, она сказала, слушай, ну ты настолько крутой, намного круче тех людей, которые вот здесь есть. Прилетай, попробуйся. Я подумал, ну хорошо, слетаю на три месяца, посмотрю, что там будет. И в первые же месяцы он попал в огромнейшую студию в Кёльне. Это была студия, где писались вот все перечисленные артисты. И я туда ходил как работник студии работал. И один раз я взял микрофон и сказал, ну попробуй, можно я попробую посмотреть, как там, что будет. И однажды я пошел в бар и немножечко выпил там. И там познакомился с Эндрю Томасом, основателем группы Bad Boys Blue. Он сказал, мне нужен еще один артист в группу. А я ему говорю сразу с порогу, а сколько денег у тебя есть? И вот тогда три месяца переросли в три года. Но до этого же был Джоджо Макс. То есть вы еще успели Джоджо Макс? А почему нужно было брать псевдоним? У меня был контракт с Эмиле Тролля как с Кевином Маккой, и поэтому мне надо было взять другое имя для того, чтобы исполнять рэп в Bad Boys Blue, а тогда вот это дело нужно было. Соответственно, мне пришлось взять псевдоним. Это было какое-то крутое имя такое. Эй, Джоджо, Эмиле Маккой. Кевин Маккой это так себе, вот так, да. А Джоджо Макс это типа круто, прикольно. Как вас приняли в этой легендарной группе основатели? Они вас сразу приняли как своего? Или же ну хладдог какой-то присутствовал новенький все-таки? Это было не круто с самого начала. Не круто? Нет. У меня была проблема с одним человеком в этой группе, потому что он немножко ревновал меня. И проблема была в том, что контракт с одной платиновой фирмой закончился, и они не хотели видеть больше группу на телевидении. И когда я пришел группу начали перестраивать, ввели вот этот рэп, и группа немножко поднялась, потому что она реально затухала, потому что ее не хотели уже слышать и видеть в том звуке, в каком она была до этого. И вот там один из ребят его реально очень сильно ревновал. А как это проявлялось? Он не хотел приходить на концерты, он не хотел петь какие-то новые песни. Он был алкоголиком, и многие годы он был суперстаром. Ну, он заведовал тому, что у него получается лучше контактировать с фанатами. Плюс ко всему он был алкоголиком, и Кевину приходилось его таскать на руках из квартиры в машину, чтобы уехать куда-то на гастроли. А вот и он, а в тот момент Кевин вообще не пил, не употреблял наркотики. Он был очень сексуален. Чего тому не нравилось? А поклонники, то есть, восприняли вас хорошо, потому что часто, что когда приходит новый человек в группу, они становятся токсичными. Ну, вот там просто старые ребята, Эндрю и Джон, они постоянно конфликтовали друг с другом, и поэтому все приходили к нему, вот, не надо забывать, что ему тогда было 26 лет, он был юн и красив, но к нему приходили и говорили, Кевин, ты уверен в том, что происходит? Он говорит, да, да, абсолютно все нормально, я уверен. У меня просто даже потом начались проблемы, потому что я не понимал, у меня вроде есть контракт с Bad Boys Blue на песни и на пение, а вот, а у меня нету контракта на то, чтобы решать проблемы, разнимать драки и приватные проблемы решать других участников коллектива. он говорит, у меня своих проблем было до черта. Вот, хочу еще узнать про славу, на вас же свалилась такая слава, звездность, как это повлияло на вас, на вашу жизнь? он говорит, я никогда об этом не думал и я это не признаю. Я пришел в коллектив для того, чтобы зарабатывать на еду. я не много получал в коллективе. Я был новый третий человек в коллективе. Он говорит, до меня таких третьих певцов было четверо. И моя жена была беременна, когда я пришел в Bad Boys Blue. И у нас не было вообще денег. В чужой стране еще? например, когда я пришел я писал тексты для песен и я когда ну например песня Duot You Do есть песня в виде рэпа и есть песня, которую поет Джон. Я продавал текст на песню в группу за 500 марок и записывал еще голос. тоже 500 марок стоило. И я приносил домой и вот мы жили за эти деньги. Я даже заводил такие банки большие куда скидывал мелочи. И копил. И вот с этого мы ели. Это вот тогда когда была вот эта сутка. Да, когда он становился звездой. Это к вопросу о том, что как он относился к славе. И вот я в принципе к этому так отношусь, что я до сих пор не ищу славы, я не ищу популярности, я ищу как бы спокойствие, чтобы были деньги на то, чтобы было на что есть. мне ищу 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 Иногда люди кричат типа «Кевин, мы тебя любим!» «О, я теперь на другом этаже!» «Клёво!» Это всё круто, клёво! Но я научился со временем. «Секундочку, Кевин, я научился тому, что пройти путь от никого до суперзвезды это достаточно сложно. Эндрю, основатель коллектива, был моим очень большим другом. И он сказал ему «Кевин, ты должен идти дальше с Бэтбойсблю перед самой своей смертью». А я просто тогда не представлял насколько это тяжело и трудно. Это имя, это эстетика, это наполнение. Он лежал в кровати больницы практически мертвый. Я ему сказал «Да, хорошо, я займусь этим». Я понял, что мой друг умирает и он дает мне шанс пойти дальше. прийти вот на этот верх на этаж супер звезд это не только тяжело, но это большая ответственность. Мы в Америке говорим, что для того, чтобы кто-то жил, должен кто-то умереть. Я не понимаю, почему. И поэтому я не думаю о суперзвездности. я думаю больше о том, что я могу дать людям. Счастье, хорошие воспоминания, контакты с первым черным. Он говорит, вот это все для меня. На чем вы сошлись с вашим другом? Почему именно вы стали дуэтом в какой-то момент? У Эндрю было очень много проблем с людьми из Европы. Два других участников коллектива Тревор Тейлори Джон МакКинерни они были то, что называется городскими служащими, уличными работниками. Они раньше общались предположим до коллектива они были уличными работниками и они встречали пять человек. И вдруг на завтра они встречают шесть тысяч человек. И соответственно у них была маленькая голова, а тут вдруг ее раздуло. Звездная болезнь. И Эндрю сказал, Кевин, я хочу, чтобы эта группа была американской. И вот на этом они сошлись. И поэтому было два американца. Эндрю и Кевин. с Джоном подрались в Самаре. И Эндрю попросил, Кевин, найди еще кого-нибудь американца. И я нашел еще одного американца. Привели в группу. И вот тогда мечта Эндрю о том, чтобы это была американская европейская группа свершилась. И тогда я почувствовал вот ту силу, которую Эндрю дал мне. Наверное, было очень тяжело тогда, в день, когда его не стало. Это было очень тяжело. Он у меня во снах приходит и разговаривает со мной. И я иногда просыпаюсь, и мне кажется, что Эндрю был со мной сейчас. И и тогда мне надо было, когда он умер, отправить его тело в Америку. Я был просто при нем, когда он умирал, и когда у него закрылись глаза. Тогда не было вообще возможности ни думать, ни о музыке, ни о чем. Смысла не было. Я просто не понимал, зачем это все нужно. если Эндрю умер. Вокруг нас было очень много людей, которые хотели от Эндрю постоянно чего-то. А я не мог со всем этим. Это было очень тяжело. Я многому научился у Эндрю, как надо работать в Европе, как не давать собой пользоваться, как быть сильным в Европе. Он был мне как отец. Это было очень тяжело. И люди, которых я привел в коллектив, вдруг захотели тоже быть группой отдельной и пытались украсть имя и все остальное. музыка. Вот это Эндрю. Люди меня спрашивают, почему у меня это. И я отвечаю, что это Эндрю. Это Лев. Эндрю был по гороскопу Лев. До сих пор мне тяжело без Эндрю. Даже говорить об этом. Извините. Тем более он бы этого хотел. Вы же три года получается были в группе и потом решили уйти. Почему? Потому что семье некогда было уделять время. Родилась дочка. Я захотел просто уехать с ребенком из Европы к себе домой. Жена приняла решение уехать в Америку с дочкой и я соответственно тоже поехал за ними. Я не хотел в Европе оставаться отдельно. Но это же была ваша карьера. Пофигу. Семья прежде всего. Но в какой-то момент вы поняли что надо возвращаться. Правильно. Но ребенок хочет есть. есть. А в Европе я уже научился зарабатывать. в Европе когда я ушел из декоратива я ничего не сказал. Эндрю на меня дико обиделся из-за того, что я уехал. мы были в Чикаго я был с большим чемоданом и Эндрю говорит а зачем тебе такой большой чемодан я так устал от Джона от вас и я уезжаю домой и Эндрю был настолько злой на меня он меня ненавидел но мы были друзья как я говорил когда я вернулся они как раз с Джоном разругались и я приехал и сказал ему Эндрю ты такая легенда ты полубог мы должны много работать а Эндрю говорит да иди ты к черту ты 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 меня бросил оставил я два или три месяца ходил к нему стучался в дверь и говорил Эндрю выходи давай пойдем и он сказал тогда хорошо но это был только я и Эндрю как он рассказывал он взял еще одного американца с 98 года Россия вас любит вы любите Россию соответственно тогда вопрос как вы воспринимаете русских и Россию вот именно как зрителей смешанная история с одной стороны это те кто не молодые люди и знают с маленьких с молодых ногтей коллектив и эти люди приходят уже наполненные на концерт они знают нас вот те чувства когда Бэтбойс Блю были очень большими великими популярными приходит девушка и говорит я сделала ребенка под твою музыку с другой стороны это люди которые приняли от своих родителей любовь к нашей музыке и в основном сейчас слушатели нашей музыки как раз вот те дети которые получились под музыку мы раньше думали что люди будут нас воспринимать как-то с расизмом и прочим а оказалось нет люди хотят отстраниться на час на два от своей жизни от своих проблем от работы и просто отдохнуть просто кайфануть под нашу музыку и вот мы видим этих людей именно так и это дает силу до того как впервые попасть в Россию вот какое представление у вас было о нашей стране он думал что это диктатура конченная и очень тяжело жить здесь ну что тяжело имеется медведи входит по городу холодно что еще ну погода хорошо представление ожидания и реальность совпали но но на кем айсо сантин дефина си дэта из дефин америка бик а ну во первых когда он приехал он увидел совсем отлично большое отличие во первых все что первое ему бросилось в глаза это то что вообще нету расизма а это какой год был вельхиярдасвар это 1998 то есть 90 в самом разгаре подходит к своему завершению а это была туристическая поездка или это была рабочая поездка ну он был вместе с группой бэтбой ну то есть был звездой понятно что не было никакого расизма естественно самые суровые условия которые вас застали в россии во время гастролей вот что вам пришлось пережить что мы были очень плохие авто все время авто упал от бензина ну он говорит что самое ужасное что было это когда нас возили на каких-то старых ужасных машинах когда оттуда воняло бензином бензин и для певцов это прямо очень плохо вот ну вот вонякость машин было очень грустно вот так это все происходило дизел-дизел-авто по босс автобус автобус это тени в буханках и они все дизельные были он говорит просто катастрофа а вот например сложные условия в гостиницах то что я сама знаю что в отелях бывает там воды нет горячего или желтая вода течет а он говорит еще была на самом деле другая проблема не с водой а то что в каждом отеле был сидел очень много проституток и каждый заход в то в гостиницу сопровождался так сказать такой вот красной дорожкой через девушек без обезьян а навасе this before он где никогда такого не видел до этого каждый раз он заходил в отель вам но нужны девочки нет спасибо но сейчас все намного проще да сейчас практически мы не сталкиваемся с этим но вот я с ним 15 лет уже езжу и мы никогда не попадали в такие истории чтобы нам ну мы в хороших отелях живем я знаю просто есть города где нет хороших отелей вот в чем дело я вам расскажу давайте все зависит от менеджера у вас значит плохой менеджер а у него хороший все понятно учтемся что нас больше всего удивило в россии вас вару фирдик ганс еда мать бета и здесь намного лучше чем в америке у нас на каждом шагу в америке он имеет виду у нас на каждом шагу там макдональдс запрещено на бургер кинг вот всякая быстрая еда а здесь на каждом углу шуарма который он очень любит я очень люблю борщ солянку вот все такое сух грибной очень вкусный может быть даже готовить умеете да 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 я вам больше скажу мы иногда снимаем квартиры когда мы приезжаем на долго время мы снимаем квартиры и сами готовим и еще одну вещь вам могу рассказать вот просто факт мы оба диабетики и у нас есть проблема с едой так вот когда мы находимся в россии у нас сахар в крови падает просто падает у вас еще не так модифицированная еда как в европе или в америке а я обратил внимание что вот у него на руке вот это аппарат и сколько лет уже получается вы с этой болезнью в фельдсайт с 2008 диета очень строгая да это лекарство это да мы любим пожирать и он любит пожирать еда хорошую вас хорошие продукты вот вы этого просто не знаете а я вам рассказываю я хочу спросить про диабет просто эта болезнь она же меняет жизнь да буквально до и после вот как ваша жизнь изменилась это моя семейная болезнь еще с бабушки началась я думал что если я живу в другой стране и ем другую пищу то это ко мне не придет но это все равно пришло не важно чтобы я не делал я один раз был в супермаркете и я искал что-то поесть но все было с содержанием сахара и я даже расплакался я не понимал что делать с едой я не понимал как жить без пиццы без гамбургера без спагетти я люблю лазанью я люблю итальянскую пищу и я понимаю что это для меня просто смертельно я пришел домой со шприцом и напротив меня села семья и я демонстративно при них укололся все у всех была вот такая реакция как он показал и я хотел чтобы моя семья понимала что я не могу есть то что я ел что алкоголь нельзя и так далее но я естественно все это перекосал есть но было тяжело потому что дети ели одно а я ел другое я покупал детям я думал господи как я хочу это все пожирать но приходилось покупать отдельно для себя первые два года я вообще не понимал что есть это было тяжело очень тяжело он говорит что когда он был у доктора там сидела два ребенка и одному ребенку было пять или шесть лет и он спрашивает его почему ты такой злой вот так выглядишь зло он говорит да потому что у меня вот диабет и я не знаю что делать и так далее он говорит а я он говорит у меня тоже диабет говорит ребенок я сколько вот живу у меня диабет но я очень хочу жить и кевин понимает что понял тогда что жизнь не заканчивается и что с этим можно жить все равно последние вот эти 10-12 лет постоянно ругаемся с моей женой что кушать и так далее то есть она хочет чтобы он правильно кушал а он не хочет да он говорит у меня есть ямайская травка я хочу гулять я хочу ходить по ресторана во всех этих ресторанах паста или картошка или еще что-то рис а это все нельзя но он говорит но когда я это еще и не ем то у меня совсем маленькие щита получается то есть я правильно понимаю что 8 лет вы не пьете алкоголь вообще он говорит когда у меня высокий сахар и когда я все-таки поем чего-то не то вот все что темное питье да там виски коньяк оно как раз увеличивается и поэтому я очень люблю водочку вот тема расизма сейчас особенно остро снова играет с этим явлением вы сталкивались чаще где в россии в европе или в америке америке в америке в америке очень все делится на жанрах и получается что r&b рэп это в основном черные люди кантри музыка это в основном белые поп-музыка оно смешанное и мне это все не нравится вот в европе есть музыка и там нету расизма и соответственно никто не считает чужие деньги естественно не встает вопрос кто ты и какой ты это с точки зрения творчества а вообще ну тоже америка в испании тоже есть эта проблема но там это все тихо 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 ну вот например когда в германии упала стена берлинская и смешались восточные и западные люди и когда хвынули другие культуры в страну все это помешалось но проблема это есть как я тебе рассказывал что как только начинают говорить о том что мы должны быть толерантными это означает что мы не являемся толерантными и нам надо что-то делать для того чтобы это все воспринимать но в америке это конечно ужасно все он говорит что Игорь однажды показал ему кадр из фильма цирк Григория Орлова где если ты помнишь там показывали вот ребенка которого передавали по рукам и там было сказано это наш ребенок и он понимает что в России толерантность она пришла уже очень давно Ваше отношение к движению БЛМ и протестам которые вот происходили например в семидесятые годы женщины не имели никаких прав и соответственно было движение когда мы хотим голосовать мы хотим влиять на выборы мы хотим влиять на политику и это были гражданское движение за равноправие и вот как женские права так решались и вот мы точно так же мы решили взять в них этот рюкзак прав и тоже бороться вот в гражданском смысле за равноправие которого у нас не было до этого естественно БЛМ начал точно так же действовать и БЛМ это про то чтобы остановить полицию которая действует очень жестко против черных и против власти которая унижает черных и в тот момент когда убили Джорджа Флойда на глазах всего мира в принципе практически в прямом эфире в БЛМ пришло очень много денег от лесбийских групп от гей групп от нашего президента и поэтому вдруг БЛМ оказался не нашим и по концовке получилось так что Байден получил получил кучу денег от БЛМ и мы понимаем что со временем БЛМ больше не остаивает наши интересы а больше крадет деньги ну например шеф БЛМ получил кучу денег для того чтобы строить дома в Калифорнии сейчас это больше такой айсберг где мы видим только макушку то есть ситуация не поменялась ну сейчас вот например шефини БЛМ находится под следствием и хотят люди узнать как она покупает самолеты и передает деньги своим родственникам она пишет в налоговую что это типа все по бизнесу это все не бизнес это все кража денег что это БЛМ это не БЛМ это деньги это деньги эта девушка в Кирсе и делает полавы а памятник в самолете он говорит был М это как пусть рая это какая-то фигня а как вы познакомились с Надеждой Кадышевой? Как ты встречаешь с Надеждой Кабышева? Моя Игорь. Я. Его Игорь. Мой продюсер, менеджер. Он был идеей, чтобы выжить бэдбойс блю мюзик. Но в этом году мы должны работать с людьми из России. Мы познакомились с Надеждой Никитичной и с ее супругом Александром Григорьевичем Костюком, автором всех ее песен. К ней же надо тоже подход найти. Она звезда. Не думаешь, что она со всеми готова петь? На эксперименты такие идти. Как вы нашли подход? Он любит народную музыку. Когда я вижу что-то, ну вижу песню, то я прямо вот чувствую вот эту силу. На самом деле, я не знаю как они соединились, но у них настолько теплые семейные отношения с Надеждой Никитичной. Ну это видно даже на сцене. Вот как они касаются друг другу руками, как они танцуют друг вокруг друга. Ну то есть это видно. Это как-то вот произошло, вот соединились и все. Она действительно непростая, очень непростая. Муж Надежды Никитичной? Очень-очень хороший человек. То есть вы и в гости к ним ходили? Мы и в гости к ним ходили. И мы специально приезжали на свадьбу их сына. И мы приезжали на 60-летие Александра Григорьевича. И это такое удовольствие встречаться с этими людьми. Они действительно сказочные. Вот честно, сказочные. Люди у меня спрашивают, что ты поешь на русском? Он говорит, что модернная музыка, новая музыка. Что ты хочешь? Нет. Что ты хочешь? Нет. Что ты хочешь? У нас люди его в Америке спрашивают, что ты действительно поешь на русском? Он говорит, да, но вот я бы не смог бы петь современные песни. А вот то, что было до того, вот эти русские и советские песни, он говорит, очень мне нравятся. Какая любимая песня? Вильхлит липс до фрусиш. Снег летит. Ну, Снег летит, который... Это песня, которую нам подарила Надежда Никитична с Александром Григорьевичем. И он ее поет сейчас на русском. Они дуэтом пели ее много раз. Мои друзья из Америки, как вы понимаете, они такие же точно. Они не понимают вообще, что происходит. Для него это прямо огонь, а для них они... Кто еще из российских исполнителей вам близок? Так же, как Надежда... Надежда... Русский артист фюрдих не вас любит до фома русский артист? Стас. Стас Костюшкин? Да, Стас. Ну, он с ним тоже делается. Но он любит Лепса учить. Да, Лепс, Лепс. Лепс – хардкор. Вы знакомы лично? Да. Да. Некоторые артисты в России не хотят выступать в этой стране. Некоторые уезжают из нашей страны. Почему у вас другая позиция? Политика не место в удовольствии. Политика – это политика. Музыка – это музыка. Как артист, ты не должен это мешать удовольствию и политика. Это не мое место. Я приезжаю к русским людям как артист, как музыкант. Он говорит, что политика – это не моя работа. У меня вообще нету понимания в этом во всем. Это не моя работа. Лучше, конечно, когда ты видишь обе стороны. Хорошо, когда ты видишь две позиции в политике. И тогда ты можешь проложить путь между этой Сцилой и Харибдой. Я знаю, что Америка говорит. Но я так давно в России понимаю, почему ваш президент сделал то, что он сделал. У вас не возникает проблем из-за того, что вы поддерживаете Россию и приезжаете сюда? У вас есть проблема, когда вы приходите в Россию? Нет. Это проблема, когда она выглядит, как Америка. Люди говорят мне, что ты трейдер. Почему ты едешь в Россию? Он говорит, что ты тоже черный русский. Ему говорят, что ты черный русский. В принципе, он плохой. Ну, чтобы сказать, что он плохой. Он может объяснить ситуацию, почему Путин не мог. И когда я пытаюсь объяснить, почему происходит то, что происходит, никто не хочет слушать это. И это слишком много информации. Потому что люди, которые там боятся о съемке, о газе, о... Слишком много информации. У людей есть страхи по поводу отсутствия еды, по поводу отсутствия газа. У каждого есть интерес, должен быть интерес в политике, где он живет. Поэтому эти люди не понимают. Они не понимают. Они спрашивают, где Украина? Я не знаю. Вопросы. Он говорит, я задаю его иногда вопросы. А где вообще находится Украина? А он не отвечает, я вообще не знаю, где. Но в каждой программе на телевизионной программе говорят, что надо помогать Украине, надо помогать Украине. У нас в Америке столько проблем. Люди без жилья, без еды, расизм. И так далее, и так далее. Это слишком сложно и слишком много. Я должен закрыть свой рот и пойти туда, где я люблю находиться, где люди любят меня. И сейчас это здесь. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И так честно на все вопросы ответили. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова